Всем бодрого настроения, ребята, и сейчас будет очень интересная распаковка. Пошарился я, значит, по разным разделам на Алиэкспресс, отсортировал товары по количеству заказов и все это выписал к себе на дом. Короче, сегодня я покажу вам самые популярные товары с Алика. Те товары, которые набирают тысячи и даже десятки тысяч заказов. Те товары, которые люди покупают чаще всего. Ссылки на них будут в описании к ролику. Поддержите, пожалуйста, данное видео лайком. И напоминаю, что сегодня, 29 марта, на Али стартовала крупная распродажа, посвященная дню рождения площадки. Всю информацию по купонам, промокодам, а также где и что можно урвать по дешевке, я выкладываю в мою группу в ВК и в Телеграм-канал. Кому данная тема интересна, ссылки на них в описании. Переходите, подписывайтесь. Естественно, в видео стартует конкурс. Разыграем какую-либо годноту из сегодняшних товаров. Условия озвучу чуть позже. Ну а теперь давайте смотреть. Итак, скоро летний сезон. Море, отдых, красота. Поэтому одна из самых популярных масок для ныряния. Вот так вот она приходит просто в двух пакетах из пупырки. Внутри у нас, значит, здесь сетчатый мешок. Выглядит вот таким вот интересным образом. Так, это у нас трубка. Она не съемная. Она просто вот так вот складывается на время транспортировки. Внутри здесь есть клапан в виде шарика, который не позволяет, вернее, в воде попадать туда при нырянии. Держится маска у вас на двух резиновых лямках. Регулировка длины лямок присутствует. И сюда еще дополнительно приходят какие-то аксессуары. Ну или это подарочки от продавца, не знаю. Во-первых, здесь вот такой вот влагозащищенный мешок для смартфона. Если вы вдруг под воду решите взять с собой смарт. Имеется веревка на шею, чтобы повесить. Второй пакет. И здесь резиновые амбушюры для ушей, чтобы водичка на уши не давила. И вот такой вот болт для фиксации, скорее всего, экшн-камеры. Здесь на ней, по идее, где-то должно быть крепление под экшн-камеру. Только непонятно где. То есть получается, что по факту сюда экшн-камеру крепить-то и некуда. Если только... Да некуда. Нету здесь крепления под экшн-камеру. Вот я его, по крайней мере, не вижу. Или все-таки... А, слушайте, я туплю. Ребята, я жестко туплю. Есть возможность крепления экшн-камеры. Ну, конечно. Вот он же фиксатор. То есть его одеваешь... Получается... Вот. Сюда. Вот таким вот образом. А на него уже крепится экшн-камера. Все. Вот это я завтыкал. Слушайте. Отлично. Вообще отлично. Сделано, в принципе, неплохо. Каких-то огрех таких конкретных и претензий по качеству у меня нет. На лицо село нормально. Все по размерам. Как бы на водонепроницаемость. Насколько она плотно прилегает к лицу. Я сейчас ее, естественно, проверить не могу. Но, в принципе, по ощущениям, как бы все хорошо. Размерчик мой. Отличная вот такая вот маска. Обзор шикарный. Есть куда повесить экшн-камеру. Ну и можно даже в магазин ходить. Там же написано, что вход только в маске. Вот у меня такая маска теперь от коронавируса. Следом, очень популярный автомобильный тестер для аккумуляторов. Для автомобильных аккумуляторов. Вот такая вот корабулька. Один из самых популярных вариантов. Я выбрал, который берут чаще всего. Тут у нас есть поддержка английского, испанского, немецкого, русского. Русского поддержка языка имеется. Коробочка, в общем, хорошая. Упаковочка огонь. Указаны спецификации, но спецификации указаны на английском. Здесь указано, что имеется LCD-дисплей. Температура работы от минус 20 до плюс 70. Вес 380 грамм. Система вольтаж поддерживает 12 вольт. Импульс, а входящий вольтаж от 8 до 16 вольт. Вот такие вот характеристики указаны. Коробочки у нас здесь, значит... Ой, ну все по красоте, слушайте. Во-первых, инструкция. Подробная на чистейшем английском языке. Русского языка, к сожалению, нет. Далее сам тестер. Вот так вот он выглядит. Черный матовый пластик. Дисплей. Два крокодила, чтобы все это дело подцепить на клеммы аккумулятора. Кабель держится за счет липучки. Длина кабеля, ну где-то метра. Ну два, чтоб не соврать. Достаточно длинный кабелек. С помощью данной чудо-штуки можно протестировать состояние автомобильного аккумулятора. Можно проверить просадку под нагрузкой и посмотреть, как работает генератор. Поддерживает данный тестер работу как с обыкновенными аккумуляторами, так и с гелевыми, AGM, EFB. При подключении к источнику питания тестер автоматически запускается. Вы выбираете необходимый тип аккумулятора, задаете его параметры. И после этого прибор его сканирует, по итогу выдавая все характеристики аккума. А также рекомендации либо зарядить, либо заменить. Есть возможность записи диаграммы, допустим при запуске двигателя или при работе генератора, чтобы потом данные можно было просмотреть и проанализировать работу. В нижней части устройства имеется мини-USB разъем, который позволяет, во-первых, обновить прошивку на данном тестере, а во-вторых, при желании скидывать с него полученные данные на компьютер и просматривать их там. Честно, лично мне подобная штуковина не нужна. Я аккумулятор в автомобиле меняю каждые 3 года на новый, не дожидаясь момента, пока у меня машина перестанет заводиться холодным зимним утром. Но вот при покупке, допустим, поддержанного аккумулятора, или если вы любите высасывать из аккумулятора все последние соки, то подобная вещица, конечно, будет не лишней. Следующая посылка и здесь популярные часики с Алиэкспресс от бренда Smail. Итак, в комплекте у нас, значит, часики, две инструкции на английско-китайском языке, вот такой вот подарочек в виде какой-то непонятной резиновой хероборины и типа гарантийная карта. Но здесь ничего не указано, поэтому, как вы понимаете, ее можно, не знаю, куда-нибудь выкинуть. Итак, первая моделька часов, это у нас моделька 8035. Вот так вот они выглядят. Цвет, конечно, прям бомбический, такой вот клевый, все переливается. Ремешок резиновый, застежка металлическая, крышка у нас с нижней части прижимная. Есть 4 кнопки управления и вот эта вот крутилка-сверистелка для управления аналоговыми стрелками. Ими выставляется, собственно, время на стрелках, две стрелки плюс секундная стрелка и имеется дополнительный цифровой дисплей, на котором отображается еще одно время. Цифровое время к аналоговым стрелкам никак не привязано. Это удобно тем, кто живет на несколько часовых поясов. На стрелках можно выставить одно время, а на цифре выставить другое время. Есть подсветка цифрового дисплея, есть здесь у нас по функционалу, значит, секундомер, будильник. Также с помощью кнопочки старт можно посмотреть текущий месяц, текущую дату. Вот такие вот часики. Кстати, еще продавец заявляет, что здесь есть влагозащита на 50 метров. Но я бы, знаете, с осторожностью все-таки данные часики макал в воду. Следующая модель у нас называется 8038. Также заявлена влагозащита на 50 метров, вес всего 66 грамм. То есть, несмотря на то, что вот эти вот часики выглядят очень массивно, они при этом, ну, достаточно легкие. Эти весят что-то там в районе 70 с небольшим граммов, эти весят 66, они еще полегче. Смотрится также все клево. Крышка задняя металлическая, прижимная, те же самые 4 кнопки и крутилка для настройки, собственно, аналоговых стрелок. Здесь функционал у них абсолютно идентичный, что у этих часов, что у этих. Здесь также есть секундомер, также есть будильник и также есть подсветка цифровой части дисплея. Вот такие вот часики. У продавца там различные расцветки. Можно, в принципе, подобрать какой вашей душе угодно. Прикольные, недорогие и очень популярные часы с Алиэкспресс. И знаете, что я подумал? А давайте-ка мы эти часики и разыграем. То есть, в конкурсе у меня будет не один победитель, а два. Условия самые простые. Необходимо быть подписанным на мой канал, подписаться на второй мой канал, ссылка на который будет также в описании, где я делаю отдельные обзоры на различные товары и оставить под данным роликом здесь на YouTube любой комментарий. Все. В ближайшее время я подведу итоги, выберу двух победителей и, собственно, отправлю им данные призы. Итоги будут опубликованы в моей группе в ВК и в Telegram канале. Ссылки на них также есть в описании. Продолжаем веселиться. Заказал себе в личное пользование вот такие вот очечи. Очечи для того, чтобы сидеть за компьютером. Годиков мне уже, слава богу, стукнуло 42 в этом году. И что-то, вы знаете, я стал ощущать, что после продолжительного сидения за монитором, когда весь день сидишь в монике, там что-то монтируешь, пишешь или еще что-то делаешь, у меня глазки стали уставать. Никогда в жизни я не жаловался на зрение. Вот твое, чего-чего, с этим у меня всегда все было хорошо. Но вот сейчас глаза стали именно уставать. То есть они у меня, то есть зрение у меня не просело. Я все так же прекрасно все вижу, все читаю, как бы все хорошо. Но глазки к вечеру могут болеть. Не всегда, но вот. И решил я попробовать подобную штуку. Не знаю, поможет, не поможет. Но все так расхваливают очки для компьютера. Не обязательно Xiaomi. Да, я взял Xiaomi, Mijia. Вроде как бренд, все хорошо. Вот, не знаю, поможет, не поможет. Надеюсь, что поможет. Инструкция чисто на китайском. Но я думаю, что я и так разберусь, как ими пользоваться. Вот такая вот коробка для хранения. Жесткий кейс, как бы все хорошо. Внутри сами очки. И маленькая тряпочка для протирки. Буду пользоваться, не знаю, как бы, конечно. У кого есть опыт использования, кстати, ребят, подобных штуковин, напишите, есть ли реально толк от подобных очков. Или все это, как бы, филькина грамота, как бы, и лучше чернику форты пить. Ну, или что там еще для зрения помогает. Витаминки в глаза покапать какие-нибудь. Там, где я брал, кстати, есть несколько разных моделей. Но мне почему-то чисто визуально, исключительно визуально, приглянулось вот это вот. Небольшая такая оправка, полупрозрачная, синего цвета. Душки металлические, такие, знаете, две медных проволочки. Как бы, носоупоры регулируются по ширине. И стеклышки желтенькие, которые, по идее, должны защищать мои глаза от вредного синего цвета. Цвета. Цвета света. Вот такие вот очечи, как бы. Ну-ка. На лице сидят вот таким вот образом. Не знаю, как по мне, немного немой фасон. Но, не знаю, может быть, просто не привык. Я к очкам еще, в принципе. Но, как бы, по комфорту все хорошо, все удобно, все прекрасно. Буду пользоваться, как бы, посмотрим, как бы, ну, насколько это все помогает, не помогает. Похожу в них какое-то время. Дальше уже можно будет делать выводы. Опять же, скоро туристический сезон. Я себе в прошлом году по весне брал точно такие же тапочки. Но я с дуру взял 45 размер. То есть, я обычно, когда у китайцев беру какую-то обувь, я беру 45 размер, как бы. И здесь, не раздумывая, особо там не вникая в размерную сетку китайцев. Да и как там размерная сетка? Все же знаем, да, прекрасно, как они там пишут в описании. Плюс-минус там 2 сантиметра не является, там, ошибкой в измерении, потому что я криворукий упырь, как бы, и не могу нормально померить стельку. А вот, короче, в том году я брал себе вот такие же тапочки для купания, плавания, как бы, вещь бомбическая. Вот просто нереально шикарные. В них плавать где-то в открытых водоемах одно удовольствие. То есть, резиновая подошва позволяет спокойно перемещаться по камням, по крупной какой-то гальке, не бояться порезать где-то ногу. Потому что все мы знаем, что у нас там на дне чего только не валяется. Вот, вот эта вот верхушка, она тянется, она резиновая. В подошве здесь дырки для отвода воды. То есть, когда вы вышли из бассейна, у вас, собственно, ничего там, вода не хлюпает, не задерживается. Она вся через эти дырки уходит, как бы, и все хорошо. Так вот, взял тогда 45-й, и они мне откровенно большие. А когда они еще намокают, они немного подрастягиваются, как бы, и они у меня просто как две ласты на ноге висят. В общем, в этом году я взял на размер меньше. Они недорогие, как бы, в принципе, можно позволить купить вторую пару, как бы, но вещь зачетная. Я в том году все лето, пока мы тусили с семьей, как бы, на отдыхе у водоемов, я вот был в этих тапочках. Как бы, единственное, я их снимал там уже под вечер, когда уже начинало там холодать и переобувался в кроссовке. Продолжаем, значит, распаковывать самые популярные товары с Алика. В этом году данная штуковина произвела нереальный фурор. Я, ребята, понятия не имею, как пользоваться данной штуковиной, но заказал, потому что на нее, ну, куча заказов. Это какая-то специальная штука для очистки и массажа лица. Вот женщины подобными вещами пользуются, они должны быть в курсе, насколько это путевая вещь. Но я вам говорю, кучу заказов, огромная куча заказов, как бы, на данный товар. Здесь у нас, значит, кабель вот такой вот интересный, USB на штырь. И дальше, собственно, в коробочке сама вот эта машинка. О, я понял, это какой-то электроязык. Ай, я не могу, что это, господи. Вот такая вот штуковина с одной единственной кнопочкой. Ну, ага, зажали и начинает вибрировать. Слушайте, это точно для лица? Меня, как бы, терзают смутные сомнения. Выключили. Ну, давай, включайся обратно. Включили. Несколько режимов работы. Посильнее, послабже. Слушайте, ну, не хочется сильно, конечно, откровенно пошлить, но, как бы, вот... Но написано для лица. Вот. Здесь, короче, такие вот язычочки очень мягенькие, прям. Притом, вот это пожестче, это средней жесткости, а это вот прям, ну, вообще прям такая нежнота-нижнота. Вот такая вот штука. В общем, дамы, объясните, зачем это надо, как бы. Но очень, я говорю, вот прям фурор какой-то в этом году был. Продолжаем. Еще один из самых популярных товаров на Алике. Вот такая вот варежка для расчесывания ваших домашних животных. Вот сейчас мне прям вообще будет актуально. Весна, у меня живет кошка, у нее длинная шерсть, и она сейчас линяет, зараза, как вот не знаю кто, короче. Ее чесать надо просто каждый день. Вот такая вот варежка. Одевайте ее на руку и погнали чесать кошку. Так, животное, ну-ка, не боись, я на тебе опыты буду ставить. Так. Ну, что-то чешет, конечно, но не так, как нормальная щетка для шерсти. Короче, такое себе приобретение. Я не знаю, может быть, для каких-нибудь там персов, у которых там шерсть вообще прям огроменная. Потому что, ну, тут, чтобы вычесать кошку, конечно, надо будет постараться очень сильно, да, подобной варежкой. Так себе. Баловство какое-то. Че ты хвостом виляешь? Че тебе не нравится? А, да, нет, ты вроде мурчишь. Ты уж определись, нравится тебе, не нравится. О! Вот так вот еще куда не шло. Следом коробулька и здесь еще одни очки. Тоже очень популярные, но если те очки такие чисто для домашнего использования за компьютером, то это самые популярные солнцезащитные очки с Алика. Все вот в такой вот коробочке. Здесь у нас какая-то инструкция. Верхоти понасыпалась с этой варежки. Так, ремешок с закосом под кожу, но жесткий достаточно в состоянии сохранить ваши очки в целости и сохранности. Здесь у нас специальный тестер для проверки на поляризационность. Далее есть мешочек для хранения, салфетка для протирки и, собственно, сами очки. Очки имеют синие стекла и деревянные дужки. Именно поэтому они, наверное, такие популярные, потому что, ну, как бы, очень необычно должно смотреться. Но дужки это, естественно, никакое не дерево. Это пластик, просто стилизованный под древесину. Солнцезащитные очечи. Красота нереальная. Вы только посмотрите. Конечно, смотрятся просто бомбические. Вот просто бомбические, как бы, конечно. Очень необычные очки. Прикольно. Чуть-чуть, вот как мне, были бы они поменьше по форме. Вот чуть-чуть и было бы вообще шикарно, потому что, как по мне, немного великоваты. Каких-то претензий по качеству нету. Дужки не регулируются по ширине. Ну, вот такие вот очки. Опять же, кому надо, кому интересно. Скоро лето. Ссылочка в описании. Переходим. Продолжаем продолжать. Что у нас здесь еще? Ага, вот один из самых популярных наборов для ремонта смартфонов. Вот так вот все приходит. Ой, да тут не только смартфон можно отремонтировать. Тут можно отремонтировать, по-моему, все, что угодно из мелкой электроники. Все запаяно в пленку. По красоте сделано. Прям шикарно. Открываем. И здесь получается несколько отсеков. Верхний отсек. Здесь у нас лежит отвертка под сменные биты. Ручка резиновая. Есть упор. Есть ухват. Опа. Прикольно. Смотрите, как сделано. Вот. То есть она регулируется по длине с определенным шагом. То есть можно прям сделать вот так вот, допустим. Люфт, конечно, имеется у данного соединения. От этого никуда не деться. Но сама реализация мне откровенно нравится. Дальше здесь есть вот такой вот сменный гибкий привод или как его назвать. Есть присоска. Есть скрепка для вынимания симки. И есть три пластиковых лопатки для того, чтобы разбирать то, что плохо разбирается. Так, ладно. Эту сторону закрываем. Переворачиваем. И здесь у нас куча насадок. Дополнительно здесь лежит у нас размагничиватель. И несколько... Да ничего себе. Тут куча медиаторов. Просто огромная куча медиаторов для того, чтобы расслаивать корпус смартфонов. Слушайте, ну наборчик прям очень годный. Прям реально годный. Как бы тут... Все вам 33 удовольствия. Далее вот такой вот интересный товар. Это одна из самых популярных леек для душа. Вот таким вот образом она выглядит. Здесь такое ощущение, как будто дырок вообще нет. Но они есть. Они есть. Просто они вот такие вот, знаете, мелкие-мелкие-мелкие-мелкие. Короче, вот. Есть переключатель режима. Всего тут три режима. Получается, работает центр. Работают края и немного центр. И работает полностью все, как я понимаю. За счет того, что корпус прозрачный, можно посмотреть, как устроен этот самый механизм. Мало ли, кому будет интересно. Далее кнопка стоп для резкой остановки воды. И внутри здесь какой-то наполнитель. Возможно, ароматизатор. Не знаю. Надо, короче, попробовать. Подключил. Погнали тестировать. Прикольное зрелище. На первом режиме получается, льет только серединка. Теперь второй режим. Тут работает больше середина, немного края. И третий режим. Середина отключается. Работает только внешний контур. Так. Кнопочка стоп. Бах. Полностью остановила. Прикольно. Вот это удобно. Наличие вот этой вот кнопочки стоп. Это, конечно, удобно, прикольно сделано. Ну и ручка. Не знаю, я зачем эти шарики. Если у кого-то есть какие-то идеи, то, ради бога, напишите в комментариях. Будет интересно почитать. Популярный фонарик с Алика. Портативный, переносной. Ой. Судя по всему, аккумуляторный. Но это не точно. Сейчас проверим. Вот такая вот интересная моделька. Удобна тем, что есть подставка. Эта же подставка является таким вот карабином. То есть вы его можете повесить куда-то на рюкзак, если куда-то далеко идете. Либо можете подвесить где-нибудь в палатке у себя, если вам там необходимо. Есть небольшой магнит для того, чтобы фонарик можно было где-то вешать на металлические части. Допустим, если вы ремонтируете автомобиль. Вот таким вот образом его сложили. На капот бах. И он у вас там висит. Вот опять же. Здесь петля. То есть можете привязать темляк и носить его на темляке. Сбоку расположен микро-USB разъем для подзарядки встроенного аккумулятора. Здесь же рядом расположена кнопка включения и выключения. А также индикация остаточного заряда аккумулятора. Опять же удобно. Сразу видно, заряжен или нет. Так. Есть один вот такой вот фонарь. Но качество светодиода видите сами, да? Как сильно мерцает. То есть это, ну, как бы говорит о том, что светодиод внутри установлен дешевый. Визуально глазом это незаметно. Но через камеру это палится очень хорошо. Итак, смена режимов получается здесь нажатием на кнопку ON-OFF. О, есть еще режим SOS. Гляньте, вот так вот моргает синий-красным. Прикольно. То есть по факту у нас здесь 1 режим вот такой вот. 2 режим яркий. 3 режим не яркий. И четвертый режим это SOS. Вот такой вот прикольный фонарик. Куда-то, опять же, в поход для туризма. В машину бросить, чтобы был там, если что-то где-то ремонтировать, то его можно там и на крыло закрепить, да, при помощи магнита. И на капот. И, опять же, удобно то, что есть карабин, есть петля. Вот эта вот конструкция, где можно его просто вот так вот, допустим, поставил куда-то на пол, на землю. Опять же, если, допустим, это в машине, то его можно использовать как сигнальный вариант. Отошли там 15 метров от машины, установили его, если там нету треугольника, допустим, у вас. Вот такой вот фонарик поставили. Уже едущий следом транспорт будет понимать, что что-то произошло и стоит сбавить скорость. Как бы, ну, прикольная штука. Как бы фонарик мне также очень-очень-очень нравится. Как бы зачетная вещица, однозначно. Продолжаем. Самый популярный нивелир на Алиэкспресс. Я знаю, почему он популярный. Знаете, почему он популярный? Потому что он очень и очень бюджетный по цене. Обычно нивелиры стоят денег. И чем он навороченнее, тем он дороже. Я недавно в распаковке показывал нивелир. Так там цена, извините, десятку. Но там короб, да, там подставка, которую можно выравнивать по горизонту. Как бы куча проекций. Здесь вот такая вот корабулька, как бы. И это понятно, что это не профессиональный нивелир не для работы, а исключительно там для какого-то мелкого домашнего ремонта. Внутри вот такая вот коробочка на липучке. И здесь, собственно, сам нивелирчик. Ой, какой смешной, махонький. Переключатель вкл-выкл. И в нижней части здесь расположен отсек под две пальчиковые батарейки. По работе тут все крайне просто. Выключаете блокировку и данное устройство включается автоматически. Строит две линии. Одну по вертикали, одну по горизонтали. В верхней части имеется небольшой вот такой вот светоиндикатор, который начинает гореть красным, если приборчик не может выстроиться по вертикали, либо по горизонтали. Под углом не работает. Звуковых эффектов здесь никаких нет. Эту, в общем, самый простецкий, самый бюджетный, с минимальным функционалом нивелир. Такой подойдет, наверное, для дома, для какого-то разового ремонта, если вам надо там построить какую-то линию прямую, либо по вертикали, либо по горизонтали. Естественно, это не профессиональный прибор, но зато удобный, компактный. Есть блокировка внутреннего механизма, чтобы при хранении все это дело не болталось и не вышло из строя. Ну и плюс есть чехольчик для хранения, что также плюс. Потом можно положить куда-нибудь в шкаф и забыть до следующего ремонта. Нынче модно стало колхозить в пары своего автомобиля линзованный свет. У меня, допустим, есть Сурф 94-го года выпуска, и там свой родной свет уже никакой. Никакой он был изначально с завода, скажем так. А сейчас в силу возраста, получается, отражатели на фарах помутнели, поэтому фары практически не светят, и ночью передвигаться на данном автомобиле просто опасно. Поэтому есть у меня идейка заколхозить как бы вот такие вот линзы. То есть купить китайские фары на своего Сурфа, потому что родные имеют стекло рифленое. Мне нужны китайские фары с гладким стеклом, то есть разобрать их, вынуть все потроха и установить туда вот такие вот линзы. Я купил одну линзу, и я купил вторую линзу. Они, по идее, должны быть промаркированы. Какая из них левая, какая из них правая. Для лампочки здесь используются H1. Это у нас тоже вверх. Но что-то не прописано, где какая. А может быть, они не должны быть пронумерованы, где левая, где правая. Ладно, в комплекте, кроме самих линз, приходит еще пакетик, собственно, с уплотнительной резинкой. Еще одна уплотнительная резинка, два кольца и прижимная вот такая вот штуковина. Все, и болтик какой-то. Пока внешне мне все нравится. Это вот пластик, это металл. То есть сама чашка вот эта вот металлическая, линза стеклянная, каких-то косяков на ней не видно. Это вот красота. Это чисто пластиковая. Лампочки тут необходимо использовать ксеноновые, но мы для теста воткнули обыкновенные галогенки. И даже при таком раскладе лампы светят достаточно ярко. Однозначно лучше, чем мой родной свет. Свето-теневая граница четкая, галка присутствует. С лампы выходит двухконтактная фишка. Она отвечает за переключение ближнего дальнего света. Когда подаешь на нее питание, внутри фары поднимается специальная шторка, и фара начинает светить дальше. Насколько это долговечный механизм, конечно, большой вопрос. Надеюсь, что его не вклинить через неделю-другую использование. В общем, буду искать фары и колхозить нормальный свет в машину. Следующая посылка и это лежанка для кошки. Решил порадовать свою старушку на сраку лет отдельным домиком и заказал ей вот такую вот вещицу. Опять же, очень популярная вещь. По размерам, в принципе, для кота нормально. Все хорошо. Как бы по качеству пошито отлично. И вовнутрь сюда укладывается еще вот такая вот подушечка. При желании внутрянку можно вытащить и накидку постирать. Пойдем. Я тебе жилье купил по программе «Молодая семья». Заходи. Давай. Ну, заходи, заходи, заходи. Ну, что ты? Ну, заходи. Давай, иди. Давай, 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 давай. Давай, давай, залазь. О, залазь. Не, не одобряешь, что ли? Блин, не одобрила. А такая прикольная тыква. И что теперь с ней делать? Ребенку прикупил вот такой вот набор. О, тут наклеечки в подарок. Вот такой вот набор маркеров. Любит у меня ребенок рисовать, раскрашивать, поэтому фломастеры убиваются просто на ура. Решил взять вот такие вот маркеры. Они двухсторонние, вроде как. Так, здесь вот поменьше для каких-то тонких работ, а здесь покрупнее для каких-то крупных работ. А потому что, знаете, как дети любят раскрашивать. Берешь какую-нибудь сову, там, формата А4, и весь лист просто зеленым замазываешь, потому что сова должна сидеть в лесу. Вот, поэтому фломастеры вылетают просто на ура. Ни один фломастер такой режим использования не вывозит. Поэтому вот решил взять вот подобные маркеры. И доставочка, кстати, на эти маркеры из России. Я взял набор на 30 маркеров. Есть там наборы очень большие на кучу разных цветов. Но я думаю, что данного набора вполне должно ребенку для его фантазии хватить. Все пришло вот в таком вот пакетике. Быстренько прилетело курьером. Там как бы все хорошо. Продолжаем. Прикупил, значит, точильный камень. Есть у меня старый нож, которым я вскрывал раньше посылки. Но за три года он затупился. Вот, куда-то тащить его, точить мне лениво. В общем, я решил заказать на пробу точильный камень, чтобы наточить этот нож. Единственное, что там, когда ты оформляешь заказ на эти точильные камни, там нужно указывать зернистость камня. Я, честно, не знаю, какая нужна зернистость для ножей. Поэтому выбрал что-то такое вот среднестатистическое. Вот. И не туда, и не сюда, как бы. И сейчас мы посмотрим, что же мне приехало. Приезжает все, как бы упаковано по красоте. Бамбуковая подставочка. Вот такая вот, гляньте, резиновые ножки. Так, она укладывается. Официальная какая-то такая направляющая для ножа. Скорее всего, это как-то так делается. Или нет? Надо будет залезть, короче, на страницу продавца, посмотреть, как бы, как это правильно делается. В общем. И, собственно, камень. Я взял камень, получается, зернистостью 1000 и 3000. То есть, он двухсторонний. С одной стороны тут 3000, с другой стороны 1000. Вот такой вот камушек. Пришел целый, без каких-либо сколов, без каких-либо претензий. Все шикарно сделано. Запаян в пленочку. Опять же, вот на такой вот подставочке. Вот так вот все укладывается. И, собственно, пошли точить свой ножик аккуратненько, аккуратненько, чтобы он... Блин, ну клево. Конечно, это такое, знаете, медитация для мужиков. Просто берешь все кухонные ножи, садишься, короче, и где-то так часик медитируешь. Вот. Надо тебе другое. Перевернул, как бы, другой стороной эту штуку, перецепил и прям, блин. Вот. Так, собственно, вопрос у меня, мужики. Кто подобными камнями, как бы, занимается? Кто в курсе данной темы? Напишите, пожалуйста, какую зернистость камня необходимо брать для заточки вот таких вот ножей. Потому что я взял наугад. Вот реально, как бы, я не хочу тут добиваться какой-то острости, как у скальпеля, да. Мне нужно там просто, чтобы он, не знаю, лист бумаги разрезал, как я его достал из коробки. Когда он новый, только-только приехал, я спокойно мог им разрезать лист бумажки. Сейчас он уже этого не может, поэтому вот я хочу его натащить. Поэтому вопрос, подойдет ли данная зернистость для этого ножа или надо все-таки какой-то другой камень докупить. Решили ребенку купить в комнату часы, так как уже в этом году идем в школу. Пора понимать, что такое время. И решили взять вот такие вот необычные часики. Они также очень популярны на Алике. Да и не только на Алике, их много где берут, в виде вот такого вот простого белого кубика, на котором будет отображаться время. С тыльной стороны у нас здесь заглушка под батарейный отсек. Три мизинчиковых батарейки формата 3А. Здесь есть кнопочка сброса. Есть кабель питания. То есть, в принципе, можете от батареек, а можете запитать его от какого-то USB разъема. И здесь же у нас три кнопочки для настройки. Установил батарейки, немного разобрался в функционале. И функциональность у данного будильника, кстати, весьма и весьма обширная. С помощью вот этих вот кнопочек можно, во-первых, естественно, настраивать все параметры. То есть, здесь выставляется год, здесь выставляется месяц, дата, как будет отображаться время. Здесь можно выставить текущее время, можно выставить один будильник, второй будильник и третий будильник. Вот так вот все можно делать здесь установить. Плюс, как бы, данные часики могут отображать вам температуру с помощью вот этой вот кнопочки. Температуру в том помещении, где они находятся. И с помощью данной же кнопки можно отрегулировать яркость дисплея. То есть, насколько ярко или тускло будет светиться циферки. То есть, если вы их используете в спальне, то можно сделать минимальную яркость, как бы, и все будет хорошо. А вот такой вот интересный будильник, как бы, очень понравилась его функциональность. И он такой непримечательный. Его можно вот аккуратненько поставить на полочку, и он здесь смотрится крайне прикольно. Далее вот такая вот коробочка. И здесь приборчик для измерения вашего артериального давления. Манжета вот такая вот на руку, которая одевается. Также имеет кучу заказов. Пришло все вот в коробочке. Внутри инструкция. Работает от двух мизинчиковых батареек. Имеется небольшая инструкция, как его правильно использовать. То есть, необходимо одеть вот сюда вот дисплеем с расстоянием приблизительно 1 сантиметр от кисти. И руку поставить на уровне сердца, чтобы в одной примерно было плоскости. Ну и давайте сравним показания вот этого популярного приборчика с прибором Bevel, который я здесь покупал по месту в аптеке. Классический, с манжетой, которая крепится на руку. Замеряем сначала здесь и на уровне сердца. Прибор показывает 123 на 86 и пульс 71. Проверяем на этом приборе. А здесь показывает 116 на 66 и 74. Ну, пульс будем считать как бы небольшой погрешностью, как бы. Ну и давление, хотя вот по нижней границе расхождения приличное 66 и на 86, как бы. Но этому прибору я, конечно, побольше доверяю, нежели данному аппарату. Мега популярная штуковина. Bluetooth-приемник для вашего автомобиля. То есть, если у вас в автомобиле магнитола не имеет Bluetooth-приемника, но вам очень хочется слушать музло именно со своего смартфона, либо чтобы у вас была вот эта вот hands-free, можно использовать подобную штуковину. Один конец втыкаете в USB-разъем на магнитоле, чтобы было питание. Он нужен именно для питания. А вот этот конец втыкаете в AUX-разъем на той же самой магнитоле. И все у вас вуаля работает. То есть, здесь внутри установлен Bluetooth-модуль, который будет коннектиться с вашим смартфоном и передавать звуки со смарта на AUX, собственно, разъем вашей магнитолы. Врубаете на магнитоле AUX и вуаля, все работает. Плюс, дополнительно, здесь есть небольшое отверстие. Это отверстие для работы микрофона. Очень клевая тема. Взамен, знаете, вот этим старым FM-модулятором, огромным, таким вот, с большими дисплеями, которые, ну, очень откровенно, колхозно смотрятся. Вот эта штука, она аккуратно, особо там в глаза не бросается. Плюс провод на пружинке, чтобы вам там не болтался и не мешался, как бы. Еще один товарчик для женского полу. Юзер-мануал бренд Конка. И это вот такой вот увлажнитель для лица. Тоже очень популярная штуковина на Алике. Постоянно женщины покупают, я так подозреваю. Ну, не мужики же берут, явно, да? Вы же со мной согласны. Вот, вилка наша, европейская инструкция, значит, у нас на китайском и русском языке. Вот, зацените, русский язык есть, все нормально, все переведено. Да, это, короче, специальный прибор для ухода за кожей. Для того, чтобы распарить лицо, которое приведет к раскрытию пор. То есть, после этого наносите модную черную маску, да, знаете, их постоянно везде рекламируют. И, собственно, будет вам счастье. Вот, после каждого использования прибор необходимо освободить от остатков воды. Вот, выключить из розетки и охлаждать не менее 10 минут. Короче, парогенератор для морды лица. Вот, ну, качество соответствует цене, естественно. Здесь у нас небольшой резервуар под воду. А, вот эта штука открывается, водичка наливается, штука закрывается и одевается обратно. Вот таким вот образом. Кнопка вкл-выкл в нижней части. Четыре резиновых ножки. Значит, мощность 280 Вт работает от 220 Вольт. И, собственно, больше тут никакой информации нет. Вот такая вот штуковина. Ну, и на финалочку еще один девайс, который очень стал популярен в 2020 году. Вот, это специальный массажер для шеи. Здесь есть 5 массажных режимов, 16 уровней интенсивности, 2 режима с подогревом и таймер на 15 минут. Вот такая вот штуковина. У Xiaomi есть подобная модель, но Xiaomi, как всегда, ценник заломили за него нереальный. Эта штуковина попроще и, судя по отзывам счастливых покупателей, ничем не хуже Xiaomi-шной версии. Но стоит дешевле, как это зачастую бывает. Итак, открывайся, ну что ты, господи. Ага. Здесь у нас инструкция. Русский язык присутствует, уже вижу по заглавке. Вот, массажер для шеи. Аккумулятор, значит, на 700 мАч. Заряжается через USB, время работы 15 минут, время зарядки полтора часа, гарантийный срок 1 год. Есть полностью описание. Так, это аппарат не медицинского назначения. Вот, для лечения не подходит, а исключительно для бытового использования. Вот так вот, чтобы вы там каких-то себе мечтов не строили. Сам аппарат выглядит вот таким вот образом, в виде небольшого ошейника, который необходимо одевать, собственно, на шею. Здесь имеется кнопка включения-выключения, кнопка смены режимов, кнопка регулировки интенсивности. И эта кнопка явно отвечает за подогрев. Торца Type-C для подзарядки. И вот какое-то еще отверстие. Я не знаю, что это, динамик, не динамик. Ладно, давайте включим, попробуем. А, ну да, это динамик, она что-то рассказывает. Дополнительно у нас здесь в комплекте Type-C кабель для подзарядки. Вот так вот красивенько все упаковано. Как бы упаковочка вообще хорошая. Даже на подарок такую, в принципе, подарить, то почему бы и нет. Но вот я не пойму, как этой штукой пользоваться. Давай, включайся. Непонятно ничего. Ладно, давайте почитаем инструкцию, короче. Потому что почему-то я не смог его включить. Так, расположите на шею, на сухую кожу. Вот так. А, все, я понял. Это не вибромассажер, ребята. Вот это я опять туплюсь сегодня, короче. В общем, это не вибромассажер. Это массажер, который, собственно, вас слегка бьет током, грубо говоря. Поэтому ничего не происходит, потому что контакты заклеены, я их не содрал. Вот, то есть, это электромассажер. Не вибро. Это электромассажер, который, собственно, посылает небольшие электроимпульсы. И заставляет ваши мышцы шеи сокращаться. Вот таким вот образом. То есть, выбираете кнопочкой M один из пяти режимов, выбираете кнопочками плюс-минус интенсивность от 0 до 16. И H, как я и сказал, это подогрев, который также можно включить, чтобы вам было более комфортно. И 15 минут сидим, собственно, релаксируем, пока вас по шее током бьет. Ясненько. А я-то думал, что это вибро как-то, он там вибрирует или еще что-то. Нет, это обыкновенный массажер, электромассажер, который, собственно, имеет два контакта, через которые проходят небольшие импульсы тока. Так, ну, собственно, вот и все. Товары на этом закончились. Про распродажу не забываем. Зайдите, посмотрите. Там сейчас будет куча купонов, промокодов. Все самое вкусное, конечно, разберут очень быстро. Это прям стопроцентный варик. Все, что я найду, все интересности, все возможности где-то что-то урвать по халяве, все выкладываю в телегу и в ВК. Переходите, смотрите, мало ли вдруг кого что заинтересует. Ну и, собственно, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые распаковки. На сегодня у меня все, ребята. Всем пока и не болейте. Субтитры сделал DimaTorzok